Друзья, добро пожаловать в компьютерную мастерскую Happy PC. Это город Белгород. И давайте сегодня сразу к делу перейдем, потому что буквально 5 минут назад принесли компьютер, который когда-то еще собирался в подвальчике. Друзья, если кто-то помнит, были две прикольные сборочки. То есть ребята сами принесли железо. Там три было даже сборочки. Три одинаковых сборочки. По-моему, отец для своих сыновей собирал. То есть там прям такая вот хорошая душевная семейная история была. Красненький, это вас помнишь? Иди сюда. Ну, это даже Кугаровский, ты же помнишь его. Да, помню, три собирали. Три собирали, да, Никит вас говорит. И самое интересное, это было примерно год назад, да, Никит? Да. Около года назад был как раз финальный, так сказать, не подвальчика. И суть в том, что он вернулся к нам с интересной проблемой. Во-первых, спустя год, мы можем сразу прокомментировать, умерла Кугаровская водянка. То есть интересный момент, то что почему-то долго я заметил, вот только спустя время Кугаровские водянки, кстати, на примере иди сюда, еще одна, вот ребята тоже Кугаровская водянка, вчера меняли клиенту. То есть, несмотря на то, что они в моменте очень хорошие показывали данные, когда на них вот собирались, то действительно было за свою цену хорошее очень решение. Сейчас я обратил внимание, то что Кугаровские водянки спустя вот год, полтора-два начинают как-то сбоить. То есть, тоже интересный микромомент, который стоит запомнить, если вдруг у вас водянка, которая вот несколько лет Кугаровская отпахала, обратите внимание, какие у вас там температурки, достаточно интересный момент. Ребята тут, вот, ЕК уже заменили на какие-то понты, но суть не в этом. Я почему тебя, Жень, позвал, чтобы мы этот момент сегодня подсняли? Потому что, с какой проблемой он пришел? Он пришел с проблемой то, что перестала сначала синьку выдавала, выдавала синьку, выдавала синьку, потом бац, перестала грузиться. У человека здесь внутри две SSD-шки стояла. Одна на терабайт, одна на 500. То есть, прям жирная такая проблема. Не проблема, а счастье. На самом-то деле, когда у тебя две SSD-шки стоят, крутые. И одна из них, Aorus Gen 4 SSD, на 500 гигабайт была. И оказалось, на диагностике, буквально там за пару минут, мы увидели то, что она плохо себя ведет, она не определяется. То есть, умерла. Умер, по сути, диск C у человека, поэтому он в BIOS только вылетал, и все. Но! Меня интересный один момент заинтересовал. Сегодня мы, так сказать, либо какое-то интересное сделаем заключение, либо нет. Я обратил внимание, когда я достал эту SSD, то есть сейчас уже просто система чистенькая на другой SSD-шки стоят, проблем нет. Кстати, кому интересно, здесь Ryzen 7 5800X и 6600XT. То есть, такая, знаешь, AMD-шная классика жанра. Сейчас на AMD чуть поменьше мы собираем, даже не чуть, а сильно поменьше собираем. Но вот у кого-то такие сборочки прекрасно работают, и счастье, собственно говоря. В чем суть заключалась? Смотри, я сейчас выключаю этот компьютер. И, по сути, компьютер год. То есть, он молодой, он свеженький. Еще ему рано умирать. Где взять отверточку? Но может ли быть такое, что мы сейчас предположим очень одну интересную вещь? Я сейчас беру, достаю вот эту SSD-шка, которая погибла. Она была в верхнем слоту. Так, я сейчас достаю, соответственно, не ее, а просто вот этот вот шилд, так называемый, защитный. Плата тут, кстати, очень крутая. Можешь посмотреть. Это B550, Aorus Pro. И теперь смотри, какой момент. Давай попробуем здесь навестись, я буду не торопиться. Но обрати внимание, видишь, следы? Следы соплей. Обратил внимание? И это очень похоже на так называемый силикон. То есть, определенная область греется и выделяется так называемый силикон с термопрокладки. Вот, с более долей вероятности. И посмотри теперь на нашу SSD-шку. Aorus Gen 4 SSD. Ты логично видишь то же самое тут. И теперь, внимание, вопрос. То есть, если мы сейчас возьмем, подключим эту SSD, то есть, у меня есть предположение, то есть, является ли вот это вот тот факт, то, что мы, по сути, охлаждаем вот этими встроенными термопрокладками наши SSD-шки, может ли это как-то повлиять на ее работоспособность. То есть, мы сейчас аккуратненько радиатор вот этот поднимем, посмотрим. То есть, силикон, если попадает под БГА-пайку, естественно, могут быть какие-то нарекания. Сейчас с этой SSD-шки себя ведет вот так. При этом, Aorus Gen 4, но она и года не отработала. То есть, прям максимально свежая штуковина. Ребята, у вас есть компьютер еще раз? Куда ты подключал? Можешь продемонстрировать? Поздоровайтесь с Тилипом. Это звездочка нашего компьютерного проекта. Он об этом еще не знает, но уже привыкает. Звездочка. Как мать. Когда в небе загораются звезды, одна из них ты. Так, что у нас происходит? Покажи. Да вот, что происходит. Он не понимает, что вообще подключилось даже. Это вот, да, какая-то? Realtek? Да, да, совершенно верно. Он вообще не понимает, что это такое. Он не может определить. А мы что-то можем сделать с этой SSD-шкой? То есть, какие-то, не знаю, тесты прогнать, инициализировать ее как-то? Ну, вообще, я думаю, что нет. Давай другую программу попробуем. То есть, вот она. Он не понимает, что... Он видит это... Ну, это модуль, Realtek-овский. А что, какая SSD-шка внутри? Он ничего не понимает. Он ноль. Как думаешь, что могло произойти? Неизвестно, да? Нет. Спасибо. Это было очень, так сказать, подробно. У тебя же опыт прошивания SSD-шек есть? Есть, но не всегда можно найти на всей SSD-шке прошивки. Это правда. Проблема, потому что вот они у нас есть несколько штучек. Они просто ждут своей очереди. На них, ну, просто нет корректной прошивки. Кстати, тоже, тоже из-за немаловажных факторов. Мы сегодня будем день полезности говорить. Патриоты. Достаточно часто мы, кстати, их использовали в свое время. П-210-е. И последние вот партии у нас были. То, что... Именно на 256. На 256 гигов. Что происходило, Филь? Происходило такое, что просто внезапно пропадали разделы. То есть, просто чик, и все, разделов нет. SSD-шка работает. На ней можно заново поставить винду, можно заново все настроить. Но потом внезапно раз, и все пропадает. Просто все стирается. И причем были, то есть, абсолютно новые SSD-шки. Ну, ты ставишь, и человек чуть ли не на следующий день приходит и говорит, у меня все пропало. Да, все пропало. Совершенно верно, две SSD-шки вернулись по гарантии. Полезности, полезности. Что я планирую сейчас сделать? Мы сейчас планируем с вами, я думаю, попробуем, по крайней мере, понять, оживить. То есть, мы сначала снимем вот этот металлический радиатор, который идет очень аккуратненько. Посмотрим, куда там силикон попал, не попал. Потому что я даже отсюда вижу, то что он там уже где-то под чипаком. Может ли, даже если банальная, предположим, чисточка сначала обслуживания, помочь этой SSD-шке? Либо это уже все ГГВП. То есть, у нас два варианта. Либо она сдохла, так сказать, своей жизнью. Либо все-таки этот силикон как-то на это повлиял. И что вот можно в таких случаях с такими SSD-шками делать? Потому что, ну, денег она стоит прилично. Это ген-четвертая SSD-шка. Конечно, очень жалко ее, так сказать, терять. Поэтому в следующие кадры постараемся ответить на вопрос, реально ли что-то в наших условиях сделать с этим SSD-шкой? А перед тем, как мы узнаем, что произошло с SSD-шкой, минутка доброй рекламы. Друзья, в рамках сегодняшнего видео хотел бы вам порекомендовать бесплатный курс про бизнес от Мегафона. Мегафон сегодня это не просто мобильный оператор. Это еще поставщик крутых услуг для бизнеса. Учитывая то, что Мегафон является оператором номер один по скорости и покрытию в России, то можно быть уверенным в качестве надежности этого продукта. Так вот, курс про бизнес – это серия коротких полезных видео для предпринимателей о том, как цифровые сервисы помогают в решении бизнес-задач. Из курса вы узнаете, как повышать продажи, запускать эффективную рекламу, управлять сотрудниками и оптимизировать расходы. Все эти видео абсолютно в свободном доступе, и в них наглядно показано, как технологии помогут включить ваш бизнес на полную катушку. Главное, друзья, то, что это все абсолютно бесплатно и займет всего около 20 минут по времени. Никакой регистрации не нужно, никакие ваши данные не нужно оставлять, нужно просто перейти по ссылочке, если вы хотите продвигать и развивать свое дело, свой бизнес. Друзья, мы начали снимать этот ролик с Женей часов в 11 утра. Сейчас 3 часа 29 минут, то есть спустя примерно часа, ну, часа 4 минимум. Блин, почему я не могу посчитать, что… Да, давай, 12, 13, 14, 15. Да, спустя 4,5 часа, друзья, у нас есть результат. Не поверите, но в целом наш компьютерный МССК не занимается восстановлением данных, жестких дисков, это будущие перспективы. Но тут почему-то захотелось докопаться до истины. И у нас первый момент какой был, Жень, потому что я уже даже забыл, какой был первый кадр. Мы закончили на том, чтобы мы силикон увидели. Да, силикон увидели. Силикон увидели, я разобрал SSD-шку, и я, когда ее сниму, покажу вам, там силикон особо никуда не протек. Мне показалось, но там, по сути, очень хорошо залит сам контроллер, то есть он так залит с завода специально, то есть туда никак не могла этот силикон попасть. Поэтому, несмотря на то, что там был силикон, маловероятно, что SSD-шка вышла из строя именно по этой причине. По второй причине, иди сюда, я тебе уже буду сейчас показывать, рассказывать, как у нас все-таки получилось добиться результата. Во-первых, Филипп. Да, спасибо большое. Лизни. Так, подходи сюда, Жень. Я начну с конца, потому что у нас уже появился результат. На самом деле, я даже с телефона записывал некие эмоции, там, в плане того, что у нас что получалось, что не получалось. У меня столько файлов тут вышло разными программами, все что угодно. Но принцип действий я сейчас покажу. То есть у нас ожила SSD-шка, причем комп уже давно клиенты забрали. Я у них попросил, то, что можно я поэкспериментирую с SSD-шкой, вдруг что получится, причем сразу сделаю заметку. Вы можете сказать, почему, по гарантии не отнесли. Клиентам это неинтересно, то есть клиенты бы это просто утилизировали и все. То есть это согласовано, безусловно, с их участием, поэтому они сказали, да, экспериментирую, если что получится, я им отзвонюсь, там, заберут, сделают непринципиально. Для нас это интересный опыт, для вас также интересное видео. Итак, предположим, у вас была такая же ситуация. Ситуация у нас была какая, Фил? То есть вообще у нас SSD-шка не определялась. Не определялась. Никак абсолютно, то есть просто через USB она определялась, как Realtek, USB-устройство через, по сути, этот кармашек в компе, все, полный труп. То есть никаких вообще, ты ничего не с ним можешь сделать, не инициализировать. Что было сделано шаг за шагом? Я уже и не помню, друзья, но логика все-таки присутствует. Нужно первым делом взять, пробить название контроллера, которое непосредственно у нас идет на SSD-шке. В данном случае у нас был FIS'ом какой? 53-16, по-моему, если мне память не изменяет. Принцип действия был такой. Поскольку ничего не помогло, на что я надеялся, на простой, допустим, там, не знаю, силикон реально подзатек куда-то, отправились по форумам, отправились, окей, Google, прям сосредоточились во всемирную сеть. По непосредственно названию нашего контроллера, по модели, смысл был тот, что попробовать ее прошить. То есть вдруг слетела прошивка, такие моменты бывают периодически, как вы уже понимаете, и не у нас одного. И ты по названию контроллера, то есть какая у тебя SSD-шка, ты пробиваешь. Мы вышли на сайт usbdev.ru, где целый непосредственно прям вот такой лист обсуждений, связанный как раз-таки с похожей проблемой на похожих плюс-минус SSD-шек. И спасибо большое нику, человеку под названием VLO, то есть который вот прям buy VLO, потому что именно он разработал утилиту, которая называется... В заключении он ее модернизировал. Ну, либо модернизировал, либо разработал. Опять же, сложно тут сказать. Опять же, я ссылочку на всякий случай оставлю на форум. Это ни в коем случае не реклама, просто то, откуда мы брали непосредственно. Может, вам на это тоже поможет. Так вот, после того, как мы нашли эту утилиту, кстати, очень важный момент, прошивать SSD-шку с USB у вас не получится. Ее нужно прошивать, когда непосредственно установлено в M.2 разъем, то есть чтобы полноценные пропускные способности в данном случае у нас были. То есть как USB вот эта вещь не получится, поэтому вам... Ну, он просто идентифицирует, он идентифицирует. Надо, чтобы SSD-шка именно идентифицировала не SSD-шку, а когда через USB он идентифицирует контроллер. Как USB-шку, Realtek. Да, он контроллер идентифицирует. Поэтому именно было важно, чтобы запущено. То есть в данном случае у нас система SATA-шной SSD-шки, и вон наша как раз-таки мертвая Aorus там стоит. С помощью этой утилиты. Причем я примерно половину опускаю, но основная суть была в том, что как мы вышли на эту утилиту, у нее есть вот такой вот хороший функционал, где-то по сути она у нас определилась как гигабайт. До этого ничто ее нормально определить не могло. То есть она определила, что гигабайт. Она начала понимать, определила, что это размер 500 гигов. То есть впервые она, хоп, ничего себе. Здесь может быть чуть разный функционал, в зависимости от того, как у вас будет получаться. Но суть заключалась в том, что нажимаешь Run, он жмет нам, пишет Handshake, то есть здоровается с нами. И ты непосредственно можешь выбрать ту прошивку, которую ты хочешь зашить. В данном случае на SSD-шку. И она может ее прошить тебе. То есть казалось бы, такие простые манипуляции. Причем что касается прошивок тоже. Вы понимаете, что я 4 часа туда-сюда бегаю и искаю. То есть мы нашли прошивки Firmware под 50-16 на том же сайте. Их достаточно большое количество. Но причем, удивительно, ни одна из них нормально у нас. Причем тут прошивки разных годов. Начиная от 19-го, заканчивая 22-м непосредственно под этот контроллер. И ни одна прошивка нормально у нас почему-то не захотела залетать. То есть какая-то ругань была. Тем не менее, прошивка, которая шла вместе с этой программкой, она подхватила. И мы получили с тобой результат. Женька, сюда то, что у нас определилась эта красота. Подожди, сейчас я найду, потому что я столько нащелкал процедур. Вот, это наша с тобой SSD-шка. И знаешь, что самое приятное? Теперь смотри. Потому что мы уже ее протестировали. Посмотрели мы ее следующий момент. После того, как она у нас определилась как гига, мы ее как прошили, обновили. Следующий момент. Мы прогнали Adata SSD Toolbox. Прогнали абсолютно все возможные, так сказать, смарты, чеки, ее тестирование. Она без проблем с этим справилась. То есть написал то, что ее здоровье хорошее. После чего у нас еще есть фирменная утилита SSD Toolbox. Вот, она гигабайтная. Сейчас запустится это, и мы подключим гигабайтную тоже вам покажем. Моментик. Хорошо видно на камере? Есть? Очень. Более-менее. Ну, мне подойти отсюда очень тяжело. После того, как мы прогнали все тесты Adata SSD Toolbox, мы еще запустили SSD Toolbox от гиги. А после чего наша SSD-шка наконец-таки тут определилась, потому что до этого она вообще не определалась, и гига не понимала, что здесь происходит. И все, вуаля. Мы увидели, сделали Secure Erase. То есть мы полностью ее очистили в нулину. После чего теперь у нас абсолютно новая SSD-шка. Вот она три раза включалась. И один час работы. Ой, то можно скипать время. Да, то есть своего рода, если вы хотите продать SSD-шку как новую, вы чисто в теории можете это сделать. То есть полностью ее, так сказать, прошить. Да, ну то есть, как бы, не, те, кто знает, те пользуются такой ерундой. То есть полностью скидывали какую-либо информацию. Но самый интересный факт, потому что я переживал, какие скорости там будут, как она себя будет показывать. Неплохо. Неплохо. Вот мы сейчас ее затестировали. Вот, то есть SSD-шка пашет. SSD-шка пашет, она работает. И сейчас я покажу, то есть, грубо говоря, как она выглядит. Потому что мне пришлось ее в данном случае разбирать. То есть принцип работы был именно такой. То есть на форумах ищешь, грубо говоря, необходимую прошивку, утилит. Потому что очень много разных утилит. Из них я перепробовал, наверное, штуки 3-4. Вообще ничего не хотело работать. То есть она якобы что-то пытается шить, но ничего не помогало. Не шила. А вот именно благодаря ВЛО парню, за что ему отдельный респект, все это получилось. Это очень круто. Теперь я сейчас... Он выключился. Да. Наглядно покажу, как выглядит контроллер. И для кого-то, возможно, это будет полезно. Вдруг у кого-то есть SSD-шка крутая, которая вот себя как-то странно повела. Умерла раньше времени. Вы теперь можете попробовать, по крайней мере, ее подоживить. На самом деле, я искренне рад. Потому что, да, это было не так просто, если знать идеально. Как что делать, то в целом у вас должно получиться. Но самый важный момент. Вот непосредственно наш контроллер. И то, что я хотел показать... Да, я наведу. Собственно, непосредственно вот он. PS5016. Не на все, не на все контроллеры есть как прошивки. То есть их не найдешь. Тут уже в зависимости, повезет вам или не повезет. Но первое мое предположение не подтвердилось. То, что там было залитие какое-то. Потому что вот тут вокруг контроллера тоже. И здесь, и здесь есть непосредственно уже такой заводской... Да, заводской компаунд, который как раз-таки защищает от каких-то залитий или пролитий. По памяти тоже ничего толкового не было. Ставим мы в этот ролик, либо на лайв-канал я залью. Но это было прикольно. Потому что, когда ты промучаешься несколько часов какой-то штуки в надежде, что получится или нет. И когда у тебя что-то получается, это такой, знаешь, прям... Отдельный вид удовольствия. Отдельный вид удовольствия, пойдем в духе. И учитывая то, что мы SSD-шками не занимаемся, вообще в целом окунуться в эту тему было достаточно интересно. Так, сейчас у нас пошло программкой CFD. Стирает все блоки, заново перепрограммирует. Уже определилось как гигабайт. То есть мы ближе все к сути идем. Процесс идет. Вот, то есть, заново прошла реинициацию. Инициализировалась. Саксесс. Ну что ж. После вот этой вот инициализации, теперь в ADATA SSD Toolbox он увидел у нас то, что в состоянии диска он пишет хорошо. Температура 35 градусов. И остаточный ресурс 100%. Это ложь. И смотри, это версия прошивки, видишь, какой зашел. Ну да, которая и была. Скорость подключения PCI-Express 3x4. Филип, после к нам, ну там деда Максима пойдет. А у нас максимальный GEN4. GEN4, мы сейчас проверим. И как будто бы совсем новая садышка стала, потому что цикл избидишь. Ну да, я так и делал. Момент истины, пытаемся затем... Вот этого еще не было. Этого еще не было. Такого я не видел еще парня. Вот это прикол. Спокойно. Спокойно. Слушай, ну он виснет почему-то комп, но мы увидели объем. Мы увидели объем. Он пятисотка был? Пятисоточка, да. Это пятисоточка. Ну он висит. Не-не-не-не, меньше щелка. Не надо терпения. Прошивки это всегда терпение. Катастрофа. Это просто терпение. Просто чуть-чуть терпения. Конечно, долговато, да. Это долговато. Странно. Это чересчур. Ну если он, ты представляешь, он первый раз делает. Как будто вот он только родился на свет. Ему сейчас все вот эти все манипуляции впервые в жизни только учатся. Боже, что это за это Windows 10? Ну я так скажу. Ага, указанное устройство. Ну спасибо. Очень-то и хотелось. Ну-ка, инициализировать диск. Ну-ка, если... А, ну да, дули. Блин, ну он увидел хотя бы его. Теперь на самом деле можно попробовать вот той утериты изначально 13.2, которая... Можно, можно попробовать. Момент истины, момент истины, истинный момент. Наступил. Ел. А я что будет сейчас? Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. файла это правда это чистейшая правда абсолютно точно она же так в папке-то и лежит да она же никуда не делась стала вот она это вот мы ее зашили просто вордовский файл даже не вордовский нет надо другую какую-то прошивку да мне понравилось на самом деле закончить друзья хочется именно тем что мы попробуем все-таки пойдет ли винда потому что сейчас все установил я эту красоту теперь наверное не красота ауровскую вот этот вот шильдик наклеечку пришлось снять причем там настолько крепко приклеено все надо снимать очень аккуратно друзья эстетику мы нарушили но опять же если это будет где-нибудь за защитный радиатором тот не так критично вот с . определилась и теперь момент истины сейчас я постараюсь все снести и пойдет ли виндах старался постарался все то есть кто чего не говорил ну-ка я сейчас вот проценты пойдут все пошло дело то есть останется только поставить протестировать убедиться что все хорошо работает что там стабильность какая-то есть процессе и получается воля если четко знать что делать прям конкретно а проблема заключается в том что под каждую создать какой-то разные то есть это не универсальная вещь под каждый контроллер и своя своя прошивка свои проги свои приложения но парни заморачиваются и большое спасибо что я не думал что сказать что у нас получится и подоживить тем более именно программным методом но получается у меня такие впечатления что половину ссд который мы понятное дело меняем людям чисто в теории можно если знать что прошить и возможно не будут работать другой момент на тоненького здесь нужно четко понимать то что вот у тебя умирает ссдшка новая допустим стоит там ну плюс-минус ну хорошо там две даже так от полутора до там среднем четырех тысяч рублей вот иногда ввозиться прошивать эту ссдшку может занять ну то есть выяснить что может занять полдня если ничего не знать мне кажется что не понимаете куда шагать то есть если ты профессионал восстановление ссдшек то в принципе у тебя это наверное займет гораздо более быстро вот если опыт есть если нет то ты конечно приговоришь говоришь все ссдшка вышла из строя и на тоненького момента с одной стороны когда ты приговорил с другой стороны ее можно оживить если значит что делать относительно быстро и оперативно с другой стороны очень долго муторно и не факт поэтому про самый простой способ взять сказать но там новая ссдшка грубо говоря там два три четыре тысячи рублей в зависимости от объема и в бой но есть дорогие ссдшки которые то могут стоить сам прекрасно понимаешь там 5-10 тысяч рублей вон на те наверное имеет место быть действительно тратить внимание и уже ее прошивать с другой стороны тоже непонятно по какой причине она слетела будет ли она слетать дальше будет ли это все стабильно работать это остается загадкой и секретом и посмотри все у нас уже залетела винда просто мгновенно то есть скорости остались ссдшка функционально погоняют звоню с людям обрадую почему нет вот нам хороший опыт как я сказала у ребят все таки ссдшка будет жить спасибо что посмотрели друзья надеюсь ваши ссдшки будут служить долгой верой и правдой и не забудьте подписаться на канал нам будет очень приятно поставить лайк написать какой-нибудь комментарий потому что оператор старается данька старается компьютерная мастерская развивается каждый день идет подготовка устройств а я вас подготовлю к окончанию этого ролика увидимся в новых компьютерных историях надеюсь было полезно чего ты хочешь показать даня если был крутым вообще художника это я рисовал на кто-то папа скинул на брюки офигенно ну неплохо кстати да надо это посмотреть еще еще с давнего детства с давних времен мы интересовались техникой офигеть все работа я я счастлив уже на моей практике это на моей практике это первое вот смотри честно зальется да нет 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 все она уже пошла она уже пошла в загрузку мгновенно все блин красотища приятно приятно когда все-таки такая красотка ожила все теперь точно пока пока кстати обратите внимание это небольшой по скриптум вот кугаровский пришел корпус вы видели да достаточно редкий и тут просто буквально через час приносит клиент только это уже фестплеер пошел такой а у него он залил себе термопасты в сокет и в писи экспресс и хочешь а потому что тут стекляшку мы сняли но такие вот есть некоторые дизайнерские решения но прикольно смотрится все небольшой по скриптум